здравия друзья как вы думаете какая самая не курящая страна в мире какая самая не курящая страна в мире честно говоря какая самая не курящая я еще не знаю но находясь в индии я приезжаю в шестой раз и недолго нахожусь обычно три-четыре месяца и вот я скажу что за то время которое я здесь находился я скажу что курящих людей я лично видел ну вообще просто просто буквально не видел очень единицы можно посчитать единицы сигареты которые покупают индусы как правило поштучно они покупают сигареты как правило поштучно обратил внимание что богатые люди да они покупают пачками может быть не только богатым может быть те кто не хочет постоянно или курят много может не знаем наверняка такие тоже есть но я скажу что из 1 и 3 миллиарда людей которые живут в индии не знаю опять же по всей индии был только на севере в середине индии был дают на юге сейчас время провожу в кирала я вообще не вижу кто-то ходил курил на улице где-то вообще не вижу вообще 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 не вижу а как-то сидел на берегу в индус к мне подкатил один и предложил мне сигаретку самокруточку тоненькая такая тоненькая 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 и вот интересно получается вот да зашел я в парк и в парке написано вот в парке написано the smoking is a fence the smoking is a fence ну то есть курить и курение это нарушение закона и и я такой подумал вот это это вывеска мне как раз и напомнил о том что и слушай а в индии самом деле я вообще не вижу люди вообще курили и что вы думаете что вы думаете то что здесь подкатывает обраточка только ты такой думаешь что тебя никто не курит и вот смотрите так сейчас покажем посмотрим увидим нет два человечка сидят да вот два человечка сидят два здесь вы увидите с мое салфи два человека один закурил и закурил второе сейчас я к ним подойду и спрошу у них как они будут реагировать интересно дело то что камера не переключается ну сейчас посмотрим что что будет сейчас они скажут сейчас я подойду прошу камера жалко не переключается увидите что они говорят логика не теряется да что это значит да вот я салфи инстуруб и ты думаешь что это значит и ты занимаешься аналитику , что тамое салфи все-таки у них так можно он держит дело с ругением чем вы просим колеса шутки значит все-таки мы и финансы когда я у меня приходил и я-то у меня не Sedanrи что Индия действительно не находится в месте, где люди пьются много. В Европе люди пьются лево и лево, многие пьются пьются. И здесь я очень удивляюсь, потому что люди практически не пьются. И даже купить сигареты только один, не пакет, как в Европе. И я так впечатлялась, что Индия такая пьется, где не так много пьются пьются. Я впечатлялась. И когда я видел тебя, я думал, что я не могу. Ну вот, какие улыбающие. Жалко мне камеры не подтверждал, смог я переключить камеру. Но насколько люди, что самое ценное, друзья, самое ценное, что здесь в Индии есть, это люди. Насколько добрые люди, улыбающиеся, счастливые, радостные. Это бесценно. Просто это бесценный дар. Бесценный дар. И за это я выпью вместе с вами. А что пью? Пью чай. Видно, чай. Индийский чай. Индийский чай это молоко, молоко и чай. Чёрный чай, основной это молоко и где-то процентов 20-30 чёрного чая. Остальное это молоко. Вот такая штука, друзья. Хотел поделиться с вами вот этим откровением. Так интересно. Я зашёл в парк и вижу сайн такой висит. No smoke. Я такой, вау. И всё остановилось. Как классно. В Индии люди не курят. Практически, ну, мало кто курит. И тут же мне такая обраточка. Бум. Такий раз. Одинчик. Закурил его сосед. И потом, через пару минут я начал записывать видео. Подошёл второй и тоже начал закурить. Я подумал, что есть такое. То есть я знаю, что здесь в Индии карма очень быстро срабатывает. Карма работает очень быстро. Друзья, где-где, но в Индии карма ускоряется, не знаю, наверное, раз в 10, наверное, не точно. То есть то, что мы обычно отрабатываем где-то у себя в Европе, оно и то, что ты отрабатываешь здесь, и ты отработаешь это в 10 раз плотнее. То есть быстрее. Но представляешь, что ты должен там за 10 лет отработать. А здесь ты отработаешь там за год. Да нет, наверное, больше, чем за 10 лет. Карма, ну, очень здесь здесь круто. Очень круто. Настолько тяжело. То есть как бы сваливается на тебя очень много. И нужно быть очень крепким, чтобы не сломаться. Но суть в том, что проработав здесь тяжёлую карму свою, возвращаясь домой, ты как живёшь в празднике. Эй, слушай, проработал карму за 10 лет. За 4 месяца теперь можно 10 лет нормально жить, наслаждаться жизнью. Вот такая штука, друзья, скажу. Так что, ну что, ещё раз хочу выпить за индусский народ, за прекрасных людей, которые очень добрые и счастливые люди. Ну, просто вот я подошёл, да, я такой думал, что там будет что-то там огрызаться такой, да. Хотя, ну ни разу, сколько я нахожусь, я не могу припомнить, чтобы люди какие-то были злые. Не помню, ну честно, ребят, не помню. Не знаю, может потому что я так улыбаюсь. А это также важно, когда ты счастливый, то ты видишь вокруг счастливых людей. Или даже ты идёшь, я замечал, кстати, идёшь по улице, вдруг ты, человек какой-то грустный может, да. Но ты такой радостный, и ты смотришь ему в глаза, и тут смотришь, как бы его глаза тоже загораются. Ну так штука эта работает. Может поэтому, может поэтому я никогда не видел грустных людей. Потому что люди есть разные, ну, туристы говорят разные, разные отзывы о том, что они здесь видят. Ну, я доволен, мне здесь очень нравится. Здесь прекрасные люди, прекрасная, не знаю, культура, духовность, здесь. Всё здорово. И я радуюсь. И просто слушал сегодня Нарбекова, у него есть там волшебные пинки, и вот он говорит, что приедешь в Европу путешествовать, там всё чисто, всё аккуратно, та-та-та, там тютелька к тютельке. Приезжаешь в Индию, вроде как бы не так аккуратно, как вы, как в Европе, но настолько духовно, настолько сердечно. То есть люди находятся на сердечной чакре. А это самое ценное, это бесценное. В то же время, как в Европе, люди, наверное, находятся больше на третьей чакре. Да, то есть надо, ну, первая третья чакра, то есть надо выживать, и competition, competition, то есть надо побольше заработать, надо побольше продвинуться от солнца и так далее. Ну, а я, друзья, уже такой раз скажу, что, эй, выпьем за индийский, за индусский народ, за индийский народ, потому что, I love this people, really, I love this. Несмотря на то, что есть карантин у нас, карантин придется сегодня у нас по 26, да, сегодня 26 мая, guys, официально до 31 мая, ну, я полагаю, что у нас карантин, я думаю, где-то часа 15, мы уже сможем выехать, вылететь дальше, полететь дальше из Индии по нашему маршруту. Мы, We My Life and New Lifestyle Creators, путешественные по миру, собираем все самое лучшее для того, чтобы поделиться с вами. И ждите, друзья, готовьтесь, полная практика прощений, учебное пособие выйдет очень скоро. Надеюсь, я буду еще на сказку в августе в Одессе. Хочу опять туда приехать, подпустить не могу, чтобы поделиться с вами всем тем хорошим, что нас собирали за этот год, путешествуя, ну, и всех вас люблю, обожаю. Всем любви, радости, живите в благости. С вами Слава Мондар Воронцов, Академия отношений Веда Дом и тренинг-центр Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой хорне. Ну, вы знаете, и вы знаете, и я знаю, ты можешь это делать, делай это вместе с нами. Ваше исполнение, дополнение, ваше исправление, дополнение, пожелание, добро пожаловать в наш чат Веда Дом, в Телеграм, ну, и, конечно, канал и Ютуб. Подписывайтесь, ставьте лайк, если нравится, если не нравится, ставьте дизлайк и поясните, почему вам это не нравится. Намасте.